МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная цель – удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания. Правительство области будет держать на контроле ситуацию с пассажирскими автобусными перевозками. Возложения, митинги, уроки мужества. Великий Новгород готовится отметить 73-ю годовщину освобождения от фашистов. Водичка, что надо. Тысячи жителей области приняли участие в традиционных крещенствах. Тариф на пассажирские перевозки обоснован и никаких оснований для его пересмотра нет. Об этом заявил Сергей Митин в ходе сегодняшнего заседания правительства области. Его основным вопросом стала организация перевозок населения автомобильным транспортом. Подробности у Елены Казаковой. Организация автобусного пассажирского сообщения – тема важнейшая. Причем это касается не только Великого Новгорода, но и большинства районов. Два года назад полномочия по транспортному обслуживанию населения перешли на уровень субъекта. Областные власти приступили к оптимизации и реформированию действующей системы. В первую очередь для того, чтобы сократить убытки автобусных предприятий и повысить уровень удовлетворенности населения. Конечно, не все шло гладко. Например, оказалась неэффективная мера по сокращению рейсов в муниципалитетах. Пассажирооборот снизился. По просьбам граждан все рейсы были восстановлены. Удачным же оказалось решение по распределению маршрутов между перевозчиками на основании конкурсных процедур. В соответствии с 222-м федеральным законом в 2016 году была введена система определения перевозчика путем проведения торгов, в том числе путем электронных аукционов. В результате торгов, проведенных в декабре 2016 года, Департамент транспортно-дорожного хозяйства Новгородской области заключено 32 государственных контракта на выполнение работ по перевозкам населения в 12 муниципальных образованиях, в том числе и в городском округе Великий Новгород. Каждый день на городские маршруты выходит 201 единица подвижного состава. Выполняется более 3200 рейсов. При этом, как отметил Александр Тарасов, не все перевозчики соблюдают контрактные обязательства добросовестно, систематически нарушают условия ПТП Великого Новгорода. Дочерняя компания Питерафта. От горожан регулярно поступают жалобы. В связи с этим отраслевым департаментом ведется претензионная работа. Также с докладами выступили руководители двух предприятий-перевозчиков. Директор городского ПТП Евгений Карпов снова посетовал на малый размер тарифа для населения. Так сложилось, что сейчас все перевозчики, которые работают на пригодных перевозках, работают с убытком. То есть экономически обоснованная сегодня стоимость, она не покрывает расходы, которые делают перевозчики. И не всегда, думаю, практически не всегда это по нашей вине. Глава региона в ответ на претензию Карпова заявил, что повышения тарифа в нынешнем году не будет. Он сохранится на уровне 22 рублей за поездку. Евгений Карпов также обратил внимание на якобы регулярные задержки в выплате субсидий из областной казны. Но и эти сведения не подтвердились. Все 180 миллионов рублей в прошлом году транспортникам были перечислены. Наш план 2016 года на 100% выполнен. Задержки, какие были в 2016 году, они были связаны не с финансированием, а с дополнительным выделением средств. Мы помним, что в первоначальном бюджете у нас было предусмотрено 96 миллионов на эту позицию. И в течение года мы постоянно рассматривали этот вопрос, учитывая, что действительно была дополнена потребность, мы выделяли деньги. Вот в этом была небольшая задержка. В нынешнем году на эти цели запланировано 176 миллионов рублей. Елена Солдатова заверила, что субсидии будут перечисляться по мере предоставления отчетов от автобусных предприятий. Сергей Митин, подводя итог обсуждения, отметил, что некоторые перевозчики по-прежнему не торопятся повышать собственную эффективность. Далеко не все занимаются обновлением подвижного состава. Еще хуже обстоит дело с установкой системы электронного подсчета пассажиров. Пока ее ввел только автобусный парк. Одно из немногих предприятий, постепенно выходящих на самоокупаемость. Глава региона видит проблему в том, что руководители автобусных компаний до сих пор ждут финансовых вливаний из казны. Ведь до реформирования в отдельные годы до 60% их доходов могли составлять бюджетные субсидии. Вот это все привело к отвлечению огромных денег, созданию маршрутов выгодных и невыгодных. На выгодных маршрутах все работали и проблем не было. На невыгодных маршрутах никто работать не хотел. И из правительства области выбивались огромные деньги, вот четверть миллиарда рублей ежегодно. Сергей Митин отметил, что ответственность за финансовую дисциплину в сфере транспортного обслуживания несут как органы власти, так и перевозчики. В первую очередь необходимо повышать эффективность работы предприятий и их конкурентоспособность. Ситуация будет находиться под особым контролем губернатора и правительства до тех пор, пока население повсеместно не будет удовлетворено транспортным обслуживанием. Еще одним вопросом повестки стали изменения в проекте бюджета на текущий год. Помимо увеличения доходной части за счет собственных поступлений, а также субсидий из федеральной казны, происходит перераспределение и в расходной части. Дополнительные средства выделяются администрацией Великого Новгорода. На покрытие кредиторской задолженности городского бюджета, а также на строительство школы в Псковском микрорайоне. Мы выделяем дополнительно 240 миллионов рублей и участвуем в строительстве новой школы в Псковском микрорайоне. Все документы уже заявка Министерства образования дана. Более того, я встретился с вице-премьером Ольгой Юрьевной-Голодец, и мы попали уже в заявку. Фактически такую же школу, как и в Ивушках, мы будем строить в Псковском микрорайоне. Кроме того, глава региона дал поручение об оказании финансовой помощи муниципалитетам на ремонт детских садов. Это входит в полномочия районных властей, но при необходимости дополнительные средства будут изыскиваться в областном бюджете. Как установила в ходе мониторинга специальная рабочая группа, сейчас в них особенно нуждаются три детсада – в Сальцах, Валдае и Чудове. Елена Казакова, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Еще одна важная тема, которую обсудили сегодня на заседании правительства – развитие системы экстренной медицинской помощи жителям Новгородской области. Экстренная медицинская помощь требуется при резком ухудшении самочувствия, если есть угроза для жизни пациента. В таких случаях человеку в первую очередь вызывают скорую. В минувшем году медики выезжали более чем к 180 тысячам жителей области. Кроме того, в регионе работают выездные и реанимационно-консультативные центры. Почти половина пациентов по экстренным показаниям попадает в стационар. По словам руководителя Департамента здравоохранения Галины Михайловой, сейчас в области четко выстроенная система помощи больным с острой патологией. Произошло объединение отделений скорой медицинской помощи и станций, что позволило в первую очередь организовать единую диспетчерскую службу, стандартизировать оказание помощи, внедрить систему ГЛОНАСС, организовать техническое сопровождение санитарного транспорта, исключить понятие границы муниципального района, внедрить механизм реверсивная медицинская эвакуация и повысить заработную плату медицинским работникам. В областном центре в режиме экстренной медицинской помощи вот уже третий год работает больница на улице Зелинского, известная в народе как Азот. Именно сюда, в круглосуточном режиме, машины скорой помощи привозят пациентов. Поэтому здесь не просто приемный покой, а целое приемно-диагностическое отделение, в котором дежурят врачи сразу нескольких специализаций. Задача медиков на первом этапе – обследовать пациента максимально быстро и точно поставить диагноз. При поступлении оформляется сразу же история болезни, осматривается терапевтом, при необходимости хирургом, неврологом, практически всеми специалистами. В приемном покое у нас есть лаборатория своя, где забираются общий анализ крови, биохимические показатели, снимается кардиограмма. Пациент по показаниям направляется на рентгеновское исследование. При необходимости возможно выполнить компьютерную томографию. И в дальнейшем уже при назначении эндоскопия и УЗИ. После того, как диагноз поставлен, пациента направляют в одно из отделений, реанимацию или сразу в оперблок, который также работает круглосуточно. В подразделении одновременно могут делать операцию сразу 10 пациентам. Причем эта больница обслуживает не только новгородцев. Экстренная медпомощь доступна и жителям близлежащих районов, в которых нет крупных медицинских центров. А в Валдае уже несколько лет наряду с местной ЦРБ жизни людей спасают врачи филиала Санкт-Петербургской 122-й больницы имени Соколова. В целом экстренная медицинская помощь в области оказывается эффективной и своевременной, отметила Галина Михайлова. Из проблемных моментов – нехватка кадров в Чудовском районе. По мнению руководителя департамента, для исправления ситуации руководству муниципалитета необходимо решить вопрос с жильем для медицинских работников. Вероника Корпесонова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Завтра Великий Новгород отметит 73-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно в канун памятной даты на всех воинских захоронениях и мемориалах города прошли возложения венков и цветов. К обелиску на Ярославовом дворище сегодня пришли десятки новгородцев, представители городских предприятий, сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказания, а также учащиеся лицея интерната. Митинг традиционно начался с минуты молчания. Школьники подготовили литературно-музыкальную композицию. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. 29 января исполняется 75 лет со дня подвига самопожертвования героев Советского Союза Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова. В 1942 году разведчики в бою под Новгородом спасли своих товарищей, закрыв своими телами амбразуры вражеских дзотов. В регионе и в областном центре пройдут мероприятия, приуроченные к этой дате. 29 января в городе Великий Новгород здесь пройдет большое городское мероприятие, посвященное именно этому подвигу, подвигу самопожертвования. И в этот же день на месте подвига, на станции первого подъема, пройдет реконструкция. И также будет митинг, посвященный вот этому событию значимому. И обязательно мы туда пригласим большое количество ребят, молодежи, чтобы они тоже видели и знали, посмотрели это место. Кроме того, с 20 января стартует областная акция «Победы нашей негасимый свет», в рамках которой в образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, а школьники примут участие в конкурсе исследовательских работ. Также для ребят организуют экскурсии в музеи и тематические встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. А 26 и 27 января состоится большая областная конференция с участием молодежи и ветеранской общественности. А в центре «Диалог» сегодня вечером прошло торжественное собрание, посвященное освобождению Новгорода от фашистов. Вместе с десятками зрителей молодому певцу аплодирует ветеран труда Людмила Николаевна Бис. Коренная Новгородка через неделю отпразднует свое 80-летие. Вспоминает, родилась еще в городе, входящем в состав Ленинградской области. Но в начале 50-х вместе с тысячами жителей восстанавливала дома и предприятия в уже любимой столице Новгородской области. Первый выпуск, когда после войны нас выпустили 10 классов. Тогда еще было 10 классов. Ну и сразу устроилась на волну на завод. Еще мы ее строили, рыли траншеи, там копали. Но нам повезло, что мы не все лето три месяца копали, а нас перевели в цеха. Так мы немножко пораньше там. Я всю жизнь, почти всю жизнь намотчицей проработала. Восстанавливали город многие годы, дети и взрослые. И главное, почему смогли все сделать достойно, потому что жили дружно, уверяет Людмила Николаевна. Труд по восстановлению Новгорода был огромен. После боев древний и великий лежал в руинах. Мы можем представить, что за 883 дня оккупации, за три штурма было с этим городом. И, конечно, сегодня, делая поклон и уважение тем людям, кто защищали, кто брали этот город, надо, конечно, отдельно остановиться и к тем людям, которые его в кратчайший срок восстанавливали. Восстанавливали, живем землянка сами, в нечеловеческих условиях, работая день и ночь. Поблагодарили и высказали теплые пожелания ветеранам и восстановителям в ходе торжественного собрания. Также председатель регионального парламента Ирина Писарева и мэр Юрий Бобрышев. А после концерта на площадке возле памятника Александру Невскому прогремел праздничный салют в честь 73-х лет свободы от фашистских захватчиков. Юлия Бабич, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Сегодня православный отмечает один из главных праздников – Крещение Господне. Утром в новгородских храмах прошли службы, а сотни прихожан выстроились в очереди за освященной водой. В Крещение после праздничной службы традиционно совершается Великое Водоосвящение. Для этого в храмах устанавливают специальные емкости. В течение всего дня за святой водой выстраиваются длинные очереди. Ведь, по поверью, она обладает такой же силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос. Крещенская вода обладает большой благодатью. Не зря мы окропляем и дома наши крещенской водичкой. И сами умываемся и пьем эту водичку в течение года. И многие старцы называют крещенскую воду малым причастием. То есть она обладает очень сильной и очень благотворной для нас благодатью для человека и для всех окружающих. Она помогает людям, добавится от недуга, от некоторых. А в основном это благодатная вода. Вы даже возьмите воду из-под крана и воду святую взять отсюда, крещенскую. Разница большая. Та испортится, а эта будет стоять в воде. Она насыщается здоровьем, добротой насыщается. Она успокаивает очень-очень хорошо, понимаете? Считается, что если человек по каким-то причинам сегодня не смог прийти в рам, он может набрать воду из любого источника или из-под крана. В этот день она вся святая. Хранится крещенская вода целый год. Верующие люди пьют ее по чуть-чуть каждое утро натощак. Также ей омывают раны, освещают свое жилище. На минувшей ночью тысячи жителей области приняли участие в традиционных крещенских купаниях. Сюжет Максима Широковских. В этом году в Великий Новгород не пришли крещенские морозы. Канун самого праздника Крещения Господня термометр показывал минус, но ожидаемость тоже не чувствовалось. Да и Волхов к празднику замерзнуть не успел. Так что пришлось обойтись без традиционной, вырубленной во льду купели. Но и без этих важных атрибутов в минувший вечер и ночь более тысячи новгородцев приняли участие в купаниях. Ну это святой праздник, поэтому надо как-то искупить, воздать все долги. Всего на территории Новгородской области к празднику было обустроено 22 купели. В областном центре окунуться в холодные воды Волхова можно было в двух местах. На торговой стороне со стадионом «Электрон» и на Софийской набережной, неподалеку от клуба любителей зимнего плавания. Причины, по которым люди решили принять участие в купаниях, были разные. Кто-то считает это доброй традицией, а кто-то проявлением веры. Для кого-то это был первый подобный опыт. Шла я с боевым настроем, конечно, благодаря Уле. Она меня так настроила, такие ощущения незабываемые. На следующий год пойду обязательно, не пожалела то, что пошла. Хотели попробовать, еще ни разу, но не купались, и надо было когда-то начать. Именно сегодня у нас получилось. Рассказывали, говорили, попробуйте, вот все-таки. Надо. Для некоторых это вошло в привычку. В каждый крещенский сочельник они ныряют в холодную воду. Каждый год купаюсь уже лет, наверное, под 20 примерно. Ощущения шикарные. Вода хорошая. Что еще сказать. Самочувствие великолепное. А в прошлом году вот, например? В прошлом году было похолоднее. Да, но сегодня вообще на улице тепло. Купался, когда было и минус 28, по-моему. По информации регионального управления МЧС, купания прошли без происшествий. У всех купелей дежурили спасатели, полиция и медики. Для всех желающих совместно с органами местного самоуправления были организованы пункты питания и обогрева, где можно было переодеться, поесть горячей каши и выпить чаем. Максим Широковский, Илья Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересную информацию вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Призи рекламы и прогноз погоды на пятницу, 20 января. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова